привет подписчиков канала долгожданное видео по сварке миди вот я его же сварил вот так вот получилось обратный валик вот он но это как бы полтора миллиметровая медь в ней было очень жалко но пришлось и пожертвовать вот и сейчас я сварю видео будет достаточно очень коротенькая по сварке но очень много будет теории я постараюсь объединить в одно видео сварка миди сварка бронзы и латуни и рассказать аспекты тяжелые момент сварки простыми словами поехали а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий момент Люди очень часто говорят Я там провод почистил медный И начал сваривать Ребят Момент какой Медь плавится на 1080 градусов Я ее свариваю Прутком, который плавится на 900 градусов Он плавится быстрее Чем медь Основной металл еще не успевает Разрушаться То есть я могу контролировать Сварочную ванну Проплавление ее Провал ее Или еще что-то Когда вы свариваете медной проволокой Да, это можно делать Но Это очень тяжело Дешевле купить присадку О которой сейчас речь пойдет дальше Также момент Что медь сваривается на постоянном токе Тонкую медь Бронзу и латунь Можно сваривать на переменном токе Но я ее свариваю Постоянно на постоянке Вот и как бы у меня проблем никаких нет Я сваривал через линзу Сопло номер 8 Газ был у меня 14 Вот Чтобы получше газом Охлаждался материал И постоянный ток Сваривать я начинал на 120 амперах Да, для полторашки Вот такого вот Казалось бы это много Нет, для меди это немного Медь любит жар Ее очень тяжело нагреть Но когда вы ее нагреете Нагреется вся деталь Тогда уже нужно будет Именно убавлять ток Контролировать Чтобы она вся у вас В луж не превратилась Вот Также трубки И все остальное Я в этом видео Не буду записывать сварку Латуни и бронзы Но не вижу в этом смысл Как бы Это все Медно содержащие материалы Я о них лучше расскажу Вкратце И о их аспектах Сварки Или еще что-то По бронзе Вопросов вообще никаких нет Бронза это та же самая медь С оловым Да, там конечно Химический состав побольше Но основное Это медь и олова Сваривается она достаточно Очень хорошо Вот Той же самой присадкой О которой пойдет дальше речь И вообще никаких проблем С ней нету Как в наплавке И всем остальном В бронзе Нет проблем Вот Латунь Вот Латунь Это реальный враг сварщика Почему? Потому что Латунь это та же самая По факту Бронза Это медь с оловым И в нее добавляют цинк А у цинка Температура горения Очень низкая И когда вы Начнете ее сварить Он начнет гореть Все начнет перейдеть Все начнет взрываться Шов начинает бурлить Да и медь Это вообще просто ад И я в последнее время Просто перестал браться За сварку латуни Если только уж какая-нибудь Совсем Прям такая деталь Которую прям Очень нужно заварить И ее там Нельзя купить Или еще что-то Или там Как мне привезли Кран с какой-то там Установки Он там стоит В шестизначных цифрах Тогда да А как сварится латунь Вы Берете горелку Прогреваете металл Без присадки Именно прожигаете Выжигаете Оттуда цинк Выжгли цинк Почистили Выжгли цинк Почистили И вот когда вы Начинаете сваривать И видно что Вот как на видео Был сварка меди Ничего не кипит Не пердит Не дымит Вот тогда вы уже Сваритесь с присадкой И вот тогда Вы его сварите хорошо Пока что там будет цинк Вы не сможете Сварить хорошо латунь Вот Как говорил С бронзой Нет проблем Бронза очень хорошо варится А медь Тоже достаточно Очень хорошо варится Но Главный аспект В них Во всех Трех материалах Это Слежение За температурой Плавления Потому что Они очень И за счет меди Очень быстро Отдают тепло И деталь у вас Нагревается вся То есть Вы можете Образ Вот сейчас Представим Такая картинка Ну Пластиночка Мы ее Начинаем сваривать Греем 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 Она провалится Нигде жов Она может вся Вообще Просто Осыпаться Превратиться Потому что Температура Теплопередача Скажем От шва К углу Очень хорошая Вот Поэтому Из меди Делают всякие радиаторы И всякая фигня А сварки трубок Медью Замечательно Вот Тем же самым Прутком Я свариваю Нет проблем Просто Нужно следить За температурой И так же Медь Нужно зачищать Потому что Медь Бронза Все Потому что Медь Очень Хорошо Окисляется Ну все Все об этом знают Это Блин Даже детям Понятно Что Зеленая Значит Медь Надо собрать И сдать На металлолом Ну и топ Один вопрос Вконтакте В инстаграме В подписчиков В ютубе И все остальное Иван Чем сваривать Эти сплавы Ребят Я это делаю Присадкой ЕСАП 19-30 Это кремистая Бронза Она очень хорошо Плавится У нее температура Плавления Ниже Чем у меди Сваривает она Достаточно Очень хорошо Вот Кстати Насчет Кто-то сейчас Скажет Что Пайка Меди Ребят Пайка Это Не Когда Скажу по-русски Когда не плавится Основной металл А Накладывается шов Скажем Поверх Вот Это называется Пайка Сварка Это когда Основной металл Тоже плавится И идет Перемешивание Со сварочной ванной Это называется Сварка Вот Продолжу Насчет Прутка Свариваю Еем достаточно Очень давно Очень хорошие Сразу скажу Что они Не особо дешевые Но Люди Там Кто-то мне писал Что Я беру Медь Чищу И начинаю Сварить Если По-хорошему Вот Вы будете Сварить Трубку Медную И чистый Медию Попытаетесь Сварить Можно Не спорю Но Пруток Будет нагреваться По времени Столько же Сколько Основная трубка То есть Когда Пруток Достигнет Температуру Плавления Трубка Тоже Достигнет Температуру Плавления Я думаю Проще Купить И Пользоваться И Не Заворачиваться Еще Один Попутный Был вопрос Это Приварка К меди Бронзи Стальных Элементов Или Нержавеющих Я могу Поспорить Что по-любому Кто-то Хочет Сделать Я не помню Медь Медь Нержавейкой И С Черным Металом Ее Не Оторвешь Вот Также Насчет Этой Присадки Маленький Бонус Такой Маленький Лайфхак Когда Вам Принесут Какую Ни Железную Деталь Или Ну Скажем Железную Деталь Что Она Подгнила Реально Подгнила Но Ее Нужно Подвосновить Где Подтекает Или Еще Что-то Вот То есть Вы Зачищаете Максимально Метал И Делать Как Наплавку Вот Этой Кремистой Бронзой Что Нам Это Дает Мы Нам Не Нужно Перегревать Материал Который Так Уже Весь Коррозии А Кремистая Бронза Весь Коррозии Поднимет Наверное Она Очень Хорошо Плавится Вот Меньше Тем Температура Плавления Стали И Вся Грязь Поднимется И Все Будет Замечательно Видео Я надеюсь Было Вам Интересным Потому Что Вы Давно Очень Просили Ну Я Могу Поскорь Что Большинство Просило Узнать Какой Присадка Делается Потому Все Подписчики Мил Инстаграм Вконтакте Я Вижу Какие Вопросы Мне Задаете За Лишние Шумы Стуки Крики Может Где-то Даже Мат Ребята Извиняйте Я Работаю Теперь В сервисе Теперь Видео Буду С Публикой Спасибо За Просмотр